Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Драка! Драка! Санято будет пить Маевского! Давайте быстрее, а то самое интересное пропустим! Я подпишу вам это. Люсьяна Эдгардовна, там, по-моему, сейчас будет драка. Где? Что? Ну, Бондаренко, ты подписал себе смертный приговор! Машенька, идите за мной. Сейчас мы тебе устроим. Хватит! Хватит всех! Да хватит, я сказала! Он, да! Знаешь, Маевский, мне абсолютно наплевать на то, что он рассказал всей школе, что мы с тобой целовались. Ты для меня вообще никто! Слезь с него, Сантьяго! А тебя, Сантьяго, я больше не хочу видеть. Предатель! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Та-да! Вот! Забабахаем такой акустический концерт в вашем клубешнике. Ну, это же подольский, кастет подольский. Живая легенда. По рукам? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, не пойдет. Не формат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет секса. Совершенно нет секса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сочувствую. Пойдем, Марков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня еще никогда так не унижали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже я удивился. Обычно просто посылают, а тут, может, по чуть-чуть. Я разрешаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боже мой! Боже мой! Вы позор, школы! Ну, хорошо, Бондаренко, конченый человек, тюрьма его дом родной. Но ты, Маевский, ты же ведь на прошлой неделе выиграл городской марафон. И четверть ведь сдал на отлично. А? Что скажет твой отец, Никита? Ну, ладно, все! Из-за чего случилась драка? М? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот, значит, они стоят друг напротив друга. Вдруг соседний дождь. И Джейкоб кинулся на Эдварда и в прыжке превратился в волка. И... Ну, то есть на Никиту. Но тут Бондаренко начал трепаться, как баба. А не стоило. Потому что... Ну, этот упал. Тогда он второму с разворота двинул так, что он улетел метров на пять. А какому второму? И тут Сантьяго почувствовал, что у него нет больше силы. Как будто кто-то ее забрал. Он должен был попытаться вернуть ее назад. И тут появляется она. И создает, как будто из воздуха, сгусток силы. Какой еще сгусток силы? Ну, хорошо. Будем молчать. Обоих выгоню из школы. Как же так, Люсиена Эдгардовна? А вот так! Будешь мне Анну Чапман разыгрывать в другом месте? А за тобой Бондаренко. Сейчас придет участковый. Теперь он будет твоим директором. Я в интернат не пойду. Пойдешь, пойдешь. Как миленький. Подождите, Люсиена Эдгардовна. Я готов рассказать, как. Да-да. Здрасте. Здравствуйте, здравствуйте, Виталий Никитич. Проходите. Папа. Люсиена Эдгардовна, мне нужно с вами поговорить. Знаешь, вот этим владельцам клубов, всем этим продюсерам, на музыку им наплевать. Ну, плевать на идею. Лишь бы залы заполнять, лишь бы бабло считать. А стоящих стоящих музыкантов составляют работать за копейки. Они нас просто эксплуатируют, понимаешь? Вот если бы у меня был свой клуб, я бы дал каждому шанс. Это было бы круто. Я взял бы бесплатный вход, там бы выступал. Вот кто хотел. В честь школы, я умоляю тебя, ну, кеду что-нибудь. Я клянусь, я клянусь, это последний раз. Люсиена Эдгардовна, разберемся, разберемся. Спасибо. Спасибо, Валюшенька. Спасибо. Спасибо. Спасибо, папа, что отмазал. Еще одно слово. И ты вместо одиннадцатого класса пойдешь у меня в Суворовское училище. Нет. Да. Деньги бы вообще отменил, потому что в рингах самое зло. И все бесплатно. Ну, все. И даже... Удачу. Ну, не знаю. На что бы мы закупали спиртное, если ты деньги только что запретил. Сами погнали. От каждого по способностям, каждому по труду. Как говорил Зарат Остров. Ариш Капитан, ваша мама звонит. Да, чтоб она. Да, мамочка. Стой! Мама, я перезвоню! А ну, тихо! Стой! Как всегда! Мама, я работаю! Нет, я не хочу загнать тебя в могилу. Нет, конечно, ты всегда можешь мне позвонить, да. Чего ты встал-то? Мамочка. Да. Я... Я могу говорить. Нет, нет. У меня нет никаких дел. Извини. Ну, по-моему, это... Утопия. Утопия. Парков. Ты... Ренегат, понимаешь, этот как его? Коллабо-коллабо... Коллаборцентль. Он и пособник империалистов. Ну, точно. Нас ждет счастливое, замечательное будущее. Нас ждет уголовное заключение за нелегальное распространение алкоголя. О! Юля пришла. И тебе здрасте, доча! Чего думаешь, обиделась или сквозняк? Ну, откуда я-то знаю? Твоя дочка. Иди спроси. Так, подумай. Чего я спрашиваю? Никит, я... Ты знаешь, что твой Маевский поцеловал тебя только потому, что ему тебя жалко? Дуру. Что? Ты ему не нужна. Он ходит и рассказывает всей школе, что ты в него влюбилась. Доброе утро. Доброе утро. Бывает, конечно, и подобрее. А что это у тебя с настроением? Может, поделишься со собой, а? У меня отличное настроение. Ай! Фу ты! Вообще-то я опаздываю в школу, мне нужно доесть свой завтрак. Ага. В общем, дочка, я хочу тебе сказать вот что. Если тебе нужна помощь, то ты можешь на меня положиться. Вот. Ты всегда можешь на меня положиться. Я спасу тебя, детка. Я мрак шоу-бизнеса. Я ужас попсовой сцены. Я нафталиновый призрак сольников и корпоративов. Я Константин Атольский. Я спешу к тебе, блин. Привет. Слушай, я вчера так волновалась, когда ты ушла с уроков. Я же не знала, что делать. Телефон у тебя отключен. И Сантьяго сбежал, пропал он. Ну, сбежал от участкового и никто не знает где он. Может быть, ты знаешь. Слушай, Сантьяго очень переживает. И мне кажется, вы должны помириться. А еще я думаю, что на самом деле ты нравишься Никите. Просто он боится это показать. Ты совсем дура, Каткова? Каткова? Ты меня никогда не называла Каткова? Эй, ты куда? Каткова! Не съела ничего. Ты что тут делаешь? Не твое дело. Ты что тут делаешь? А зачем тебе такой большой флакон жидкости для снятия лака? Каткова? Ты что? Да. Я не знаю. Ты что? То есть ты хочешь сказать, что Подольская не пришла сегодня в школу, потому что любит Маевского? А Бондаренко подрался с Маевским, потому что любит Подольскую? Да. Только я вам этого не говорила. Просто Юля стала очень странной. Кристина Строганова тоже не пришла сегодня в школу? Так она тоже любит Маевского. Нет, ну это уже слишком. Хорошо, скажи, кого тогда любит Маевский? Маевский? Никого. У него же нет сердца. А вы что, не знали? Родители заказали ему вангу и вместо сердца уменьшенный мотор от Бентли. Точно, точно. Я ей звоню, потому что я беспокоюсь о Юле. А не потому... Не потому. В общем, не поэтому. Если вы звоните, сделайте мне предложение, от которого я не смогу отказаться, то идите в Бентли. Константин Оленович, мне срочно нужно с вами поговорить. Алло, алло. Галина Дмитриевна, да. Как? Вы уже узнаете мой голос? Я просто собирался сам вам звонить. Вы собирались мне позвонить? Ну, по поводу Юли. Юли. Вы знаете, я тоже очень хотела с вами поговорить о Юле. Ну, так давайте встретимся. Да. В школе. Нет, нет, не в школе, а не в школе, потому что у нас во всю сейчас идет подготовка ко дню учителя. Ну, дайте где-нибудь просто посидим. Ну, я имел, да, в общем, можно где-нибудь и постоять. Да, давайте, давайте встретимся с вами. Вы знаете, в три часа перед тренировкой на аллее космонавтов. И не опаздывайте, как обычно. Не опоздаю. Ну, зачем ты это сказала? Не опаздывайте, как обычно. Училка. А знаешь, мне абсолютно все равно, что вы целовались. Ведь он тебя не любит. Просто хотел посмеяться. Я знаю. Ну, ты могла бы сейчас не быть такой стервой. Ну, прости. Просто ему на меня тоже наплевать. На, выпей. Это что, молочный коктейль? Ты знаешь, сколько мне уковали? Слушай, ты сейчас собиралась выпить жидкость для снятия лака. Пей себе сахар. Я не делала этого с 2008 года. До дна. До дна. Ну вот, как я и говорил, все группы разваливаются из-за этого. Из-за чего? Из-за любви. Из-за эгоизма. Подольская, как и все женщины, думает только о себе. Он меня любит, он меня не любит. И Сантьяго туда же. Устроили драки с поцелуями, как в театре. А как же мы? Да? А как же мы? Я думаю, мы должны помирить их. И снова собрать группу. Но для начала... Вообще-то мне это все надоело. Я подумываю заняться сольной карьерой. И я подумываю заняться сольной карьерой. И значит, Юля и Сантьяго вам не нужны? Вообще-то... Нет. Ну что, ЧПД, теперь уже никто не спешит к вам на помощь? С кого бы мне начать? Эники, беники. Ели, вареники. Ты готовься. Мы должны срочно найти Сантьяго. Мы должны срочно найти Сантьяго. Сантьяго. Вы в порядке? Давайте я вам помогу. Да я сам, сам, спасибо. Ой, нога... Ай! Да лучше так, полежу. Вы не уходите. Понимаете, Константин Ленович, Юля, она сейчас испытывает недостаток доверия к людям. Она чувствует, что ее предали. Мальчик, которого она любила, просто посмеялся над ее чувствами. Он поиграл с ней, как обычно это бывает, а потом выбросил, как ненужную куклу. Подумаешь, какая-то влюбленная девчонка, которая бегает за ним, смотрит на него коровьими глазами, подает ему мячи, готовит ему завтраки в постель. Завтраки в постель? Ну, это я сейчас обрисовываю вам общую картину. Ага. Так вот, ей необходима сейчас поддержка и помощь близким. Если бы вы знали, Константин Ленович, как ей нужно твердое мужское плечо, на которое можно было бы опереться, забыть о всех грустных мыслях и о том, что когда-то она поклялась себе быть сильной и никогда не думать о мужчинах. Это Юля? А, это вы про себя. Да при чем здесь я? Слушайте, подождите, я ничего не понимаю. Вы считаете, что все мужчины козлы и пытаетесь об этом забыть, так? Какой же вы все-таки бестактный человек? Галина Дмитриевна, вы куда? Стойте! Дома его нет. Но это элементарно, его там могут найти. Но где он тогда? Может, он сбежал со своим отцом, с тем, который ограбил банк? Нет, это вряд ли. Он же его боится, правильно? Правильно. А у него были друзья. Были у него друзья, кроме нас. Какие друзья? Эти отбросы общества? Здрасте. Да куда это нас мама отпустила гулять от них? Мы вас не знаем. Извините, я не хотел обидеть таких благородных донов. Я просто помочь. Дурь нужна? Мы ищем Сантьяго. Ты знаешь Сантьяго? Да, он наш друг. Пошли. Я с ним никуда не пойду. Он знает, где Сантьяго. Галина Дмитриевна, ну куда вы так бежите? Ну, я старый больной человек, а потом у меня нога. Вы что, так и не будете со мной разговаривать? Хорошо, я буду с вами разговаривать. Большое спасибо. Но только в том случае, если вы прекратите ваши эти дурацкие бесцеремонные выходки. Я прекращу свои дурацкие бесцеремонные выходки. Что вы делаете? Константин Ильич, прекратите. Что происходит? Нам нужно укрыться. Отчего? Скоро будет град. Я это чувствую. Да, вы так думаете? Я уверен. В девяносто первом году сломал ногу, прыгнул со сцены неудачно. С тех пор очень хорошо чувствую погоду. Давайте забежим в кинотеатр. Вот фильм «Детка», по-моему, комедия. Отлично, сейчас проведем время. А еще Маевский один раз взял у отца машину покататься без спроса. И нас остановил гаишник. Так вот, Никита сначала начал ему угрожать. А потом понял, что, короче, не действует. И начал рыдать. И такой ему «Пожалуйста, не говорите моему папочку, он меня убьет!» Он же там, правда, плакал. Рыдал, он в ногах валялся. А еще он отвратительно целуется. Да. Ты знаешь, у меня все время было такое ощущение, что я целуюсь сусликом. Почему? Потому что он все время делает вот так. Это когда-то он так делает? Ну да, есть что-то, да. И самое главное, что он завивает ресницы. Да ладно. Вот фу. Я сама видела. Он тогда полный идиот. Абсолютно. Высокомерный. Суслик. Самый влюбленный. Подожди, подожди, подожди. А было бы здорово, если бы все узнали, какой на самом деле Маевский. Уважаемый, скажите, а долго нам еще идти? Да. А где Сантьяго? Удачи! А где Сантьяго? Друзья, сайте ягодь. Это хорошо. Значит, поможете другу. А что с ним случилось? Где он? А мы не знаем. Как это не знаете? А зачем же мы тогда вот... Ага, тут такая ситуация вышла. Он нам денег должен. А вы его друзья. Ага. Он, конечно, слегка затянутый. Да я вообще середина понимал, что последнему она тяжки из руку выпустит. Но с пивом потянет. А что это с вами? Мне надо в школу идти на тренировку. Я теперь так боюсь. Не бросайте меня. Пожалуйста. Вам надо выпить. Для храбрости. Вот. Отец прислал самогон. Вещь хорошая. Необычно помогает. Немножко. А, я понял. Еще плеер. Ну, а у тебя что на счетах, Абрамович? А я вам ничего не дам. Миша, нас сейчас был бить. Да и пускай. Мне вообще это все надоело. Каждый день одно и то же. Выворачивай карманы, гони мобильник. Артем, ну хоть ты скажи. Сколько можно это терпеть? По-моему, это совсем не подходящее время для такого разговора. Знаете, что я вам скажу? Если вам нужны деньги, идите и заработайте их. Можно пиццу разносить, еще там что-нибудь. А пиццу вообще не стоило. Почему? А что я это сказал? Какую пиццу, а? Я сейчас из тебя пиццу сделаю. Я пошутил. Вот вам мобильник, вот деньги. А, руки только! Так, вот вы где. Здрасте, господин полицейский. Здрасте, здрасте. Два часа назад на Нижнем Колокольном был ограблен ларец в твоей связи. Слышал, господин полицейский. Такая досада. Я же знаю, что это вы. А вот и не мы, господин полицейский. Что ты мне заливаешь-то? Куча народа и видел, что вы там ошивались целый день. А мы, может быть, просто гуляли, дышали воздухом. Ну да, ну да. И случайно наткнулись на бандитов, которые ограбили ваш шлорек. Принимайте. Рыжий особо опасный. Да. Знаете, что я хочу вам сказать, Константин? Улья, Улья. Улья, я смотрю, смотрю, вас развезло. Дайте-ка фляжечку. Я, я вот... Так вы же опоздали на урок. Да неважно. Я, я вот что хочу сказать, Костя. Я очень давно за вами наблюдаю. И знаете, что я думаю? Интересно. Я считаю, что вы, вы разгильдяй, вы прожигатель жизни и алкоголик. Ну, знаете, ничего нового абсолютно вы мне не сказали. А еще вы очень плохой отец. Вот если бы я, Галина Дмитриевна, была бы на вашем месте, если бы у меня, у Галины Дмитриевны была бы семья, дети. Я бы их очень любила. Я бы, я бы заботилась о них. Я бы, я бы сделала все, чтобы у Юли был настоящий отец. У Юли есть отец. Это я. Да? Да, да, да. Точно. Здесь мы снимаете. Зачем мы здесь, а? Тихо ты. Здесь крысы. Ты совсем дура, это трусы. Не ори. Короче, у тебя есть камера на телефоне. Да. Во-первых, у меня не телефон, а коммуникатор. И стоит он мне, чтобы ручить. Да, давай сюда. Пошли. Лезь давай. Лезь давай, без вопросов и без звука. И тренировка через 20 минут. Ну, вам же этого не нужно. Этого это чего? Ну, семью. Ой-ой-ой. Вы же, вы же думаете только о себе. Вы же, этот, большой эгоист. Вот почему у вас у женщин, вот что, так сразу эгоист, а? Я на самом деле стараюсь. Да нифига вы не стараетесь. Ну, где же вы стараетесь? Вам уже сколько уже лет? Сорок лет. У вас уже почти взрослая дочь. Да какая же она взрослая? Какая она взрослая? Она взрослая. Она, между прочим, уже знает, что такое настоящая любовь. А вы нет. Потому что вы инфантильный эгоцентрик. И вам вообще наплевать на югу. Вам наплевать на югу. О, как, инфантильный эгоцентрик. Да. А где бы вообще слов таких нахватались? А вы вообще, кто такая, чтобы так со мной разговаривать? А кто такая? Нет, погодите. Я, между прочим, так на секундочку учительница вашей дочери. Да если бы мне было плевать на Юлю, я бы с вами не встречался бы. Вот зачем я с вами встречаюсь? Костя. Зачем вы со мной встречаетесь? И вы, правда, были в участке? Да. В наручниках? Ну да. За решеткой? Мэл, прекрати. Меня родители чуть не убили. Отец так рассердился. Сказал, я не его сын. А мама плакала и играла Брамса. Ужасно. За мной теперь постоянно сидит сестра. А она издевается надо мной. Э! Святые жизни! Вы что, грабанули магазин с пластмассовыми пистолетами? Мы на вас что, наручники надевали? Да. И они, между прочим, сидели в зверинце. В обезьяннике. Богу даете. Ну, психи. Ты видел? Да. Он даже не оброшал. Боится? Швалов, Емелин, чего сияем? А? Ну, вот так лучше. А теперь ко мне в кабинет. Тридцать шесть и шесть. Странно. Дорогие мои, несмотря на то, что сегодня день учителя, мы хотим поздравить нашего ученика. Вы его все прекрасно знаете. Это... Это Никита Маецкий! Бросим, бросим, бросим! Тихо! Тихо, тихо! Неделю тому назад на городских соревнованиях по марафону он занял первое место. Поздравим его еще раз. Молодец! Молодец! Галина Митлевна, прошу вас несколько слов. Молодец! Ну, что я могу сказать? Мы гордимся тобой, Никита. Да. И сейчас давайте еще раз все вместе посмотрим, как это произошло. Как Никита Маевский принес победу нашей школе! Ура! 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 Александр Феликсович! Александр Феликсович! Александр Феликсович! Все? Давайте, давайте. Тихо, тихо, тихо. Не поедете, тихо, не поедете. Вырубайте свет. Видео включайте. Все. Ну? Ну? Тихо! Прекратите! Прекратите! Тихо! Тихо! Что это? Что это такое? Прекратите! Что это такое? Выключите! Тишина! Я! Всем тихо! Прекратите! Прекратите! Не смотреть! Тишина! Нет! Нет! Всем тихо! Прекратите! Что это такое? Господи! Боже, ты бой! Боже, ты бой! Перестань! Прекратите! Тишина! Что это такое? Полчали все! Папа, я уйду из школы. Ты как твоя мать? Чуть что сразу уйду. Пап, понимаешь, я не могу туда вернуться. Я от стыда там сдох. Сына, запомни, во-первых, от стыда еще никто никогда не умирал. Во-вторых, ты не колобок, чтобы бегать от опасностей. И в-третьих, так устроен мир. Либо ты всех, либо тебя всех. Что ты выбрал? Я жду. Мне надо ехать, у меня встреча. Я всех. Молодец. Вылитый я в молодости. Порви их всех, Никитос. Я думаю, он получил по заслугам. Да, наверное. Слушай, ты же понимаешь, мы никогда не будем подругами. Это невозможно. Ну да, да, да. Как это ты будешь главной стерой в школе, если тебе будет некого ненавидеть? Да, а ты? Посмотрите на меня. Я не такая, как все. Я особенная. Ну да, да, да. Я без тебя не обойдусь. Шувалов, Емелин. А это правда, что вы ювелирный магазин с оружием ограбили? Правда? За нами даже отряд с ОМОНом приезжал. Вот идиоты. Ну ладно, пока. Давайте я вам помогу. Да нет, мы тут наказание отрабатываем. Конечно, Юль. Да, мы будем рады. Мыши полевки создают единственный брачный союз на всю жизнь. Для самцов полевок существует только одна возлюбленная, которая не предана до такой степени, что даже не смотрит в сторону других самок, а при столкновении проявляет в нем открытую агрессию. Кстати, воспитанием потомства занимается исключительно самец. К сожалению, ученые развели романтические иллюзии, доказав, что такое поведение вызвано особым строением очень небольшого мозга этих существ. Папа, но давно забыл об этом. То есть можно забыть о любви? Как не прискорбно, но это жизнь. Ну, это было бы здорово, если можно было бы забыть. Вообще-то, да, так как-то проще. Эй, ты чего? Давай нашу. Сжимай. На самом деле, я уже был готов к драке. Разве? Да. Все зашло слишком далеко. Ну, и что бы ты сделал? Есть у меня один приемчик из арсенала этого, Мелы Гибсона, актеры. Там фильм, где все шотландцы. Храброе сердце. Да. А, неожиданное нападение и боевой клич всегда срабатывает. Ну, как бы он выглядел, твой боевой клич? Вы ожидали просто не тот эффект. По магазину все разбросано, как будто Мамай прошел. Зизитопа нигде нет. А снизу какой-то гул. Слушай, давай полицию взаим, а? Зизитоп! Эй! Зизитоп! А я не знал, что у нас есть подвал. Я тут никогда не его. Я тоже. Лови ее! Лови! Лови! Она здесь! Лови! Вот она! Вот! Вот! Топси ее! Лови! Она здесь! Убежала. Ушла. Зизитопа, а это помещение твое? Мое, мое, черт. А ты не просишь, если мы с Барковым тут порядок наведем? Наведите порядок. Только, чтобы без крыс. Это они достали, как последний альбом БГ. Ты убил меня дело. Знаете, я подумала, как жалко, что Сантьяго этого не видел. Угу. Вообще-то, надо бы его найти. Мы торчим здесь уже третий день, ни разу не репетировали. Сантьяго! Сантьяго, выходи! Привет. А давно ты здесь? Уже три дня. Меня нашла Мелани, и мы договорились, что я здесь побуду. Ничего себе, ты нам ничего не сказала? Знаете что? Это вообще не смешно! Юль, Юль, прости меня, пожалуйста. Я знаю, что я повел себя как полный урод. Но я не знаю, что мне теперь делать. Я просто хочу быть твоим другом. Я знаю, что это может тупо звучать, но я больше тебя никогда не предам. Обещаю. Ну ладно. Давайте репетировать. Боб, а ты ничего здесь не видишь, а? В смысле? Я вижу здесь несколько неоплачиваемых субботников. Да что ты, Боб, это же наш клуб. Ах... Ах... Продолжение следует...